Учащаяся четвертого курса медицинского колледжа Ляпиной Кристина Яньшина в региональном координационном центре амбулаторной медпомощи работает почти с открытием. В будущем девушка мечтает стать фельдшером, а пока помогает тем, кто почувствовал недомогание и не знает, куда обратиться. Кристина говорит, за день успевает принять около ста вызовов. В колл-центр обращаются не только те, кто заболел пневмонией и коронавирусом. Задача сотрудников центра помочь всем, а студентов распределить пациентов по врачам в зависимости от заболевания. Мы студенты помогаем нашим коллегам, опытным врачам разгрузить их общий рабочий день, чтобы к ним поступали уже определенные вызовы от пациентов, чтобы они знали, куда они пойдут, что они будут лечить, какие есть острые вызовы, срочные вызовы, куда можно сразу же отправить неотложную помощь. То есть у нас кардиационный центр, где можем помочь как с ковидом, как с температурой. Рука об руку с опытными врачами в колл-центре трудятся студенты медицинского колледжа и медуниверситета. Все они прошли обучение и обладают навыками маршрутизации, то есть передачи пациентов врачам на те адреса, по которым они проживают, вне зависимости от прикрепления к лечебным учреждениям. Многие пациенты просят вызвать для них доктора или проконсультировать, особенно в тех случаях, когда узнали, что у них положительный тест на ковид. После того, как вызовы принимаются, на следующий день специалисты колл-центра обзванивают наших пациентов для уточнения, действительно контрольно был доктор на дому, получена помощь или нет. То есть обзваниваются ли пациенты, тоже контролируется их состояние здоровья или нет. За день в колл-центр поступают от двух с половиной до трех тысяч звонков. Позвонить туда можно по телефону, указанному на экране. Специалисты работают с 8 утра и до 8 часов вечера ежедневно без выходных. Виктория Шарая, События.